Создавая боевую систему Ash of Guts, мы хотели сделать бои непредсказуемыми и интересными, дать игроку как можно больше возможностей, подтолкнуть его к риску и поискам новых тактик. Следуя этим правилам, мы определили пять параметров — сила атаки, здоровье, энергия, защита и контратака. Атака определяет наносимый юнитом урон. Защита снижает его. А контратака дает возможность ответить нападающему. В Ash of Guts вы можете атаковать как здоровье персонажа, так и его энергию. Если здоровье вашего юнита опустится до нуля, он будет ранен и выведен из боя. Энергия же тратится персонажами при использовании умений, а также дает им возможность при необходимости перемещаться дальше обычной области. Но будьте осторожны. Если она опустится до нуля, атаки противника по энергии будут снимать в два раза больше здоровья. Кроме того, здоровье и энергия могут быть использованы для особо сильных умений. Будь то умение персонажа или сильная карта, сильные умения имеют время восстановления и недоступны в первых раундах. Так, чтобы нанести огромный урон врагу, юнит может пожертвовать большим количеством собственного здоровья, поставив свою жизнь под угрозу. Или вы можете использовать карту жертва, сознательно пожертвовав случайным членом отряда, чтобы получить прибавку к атаке для всех остальных. Кроме того, каждая фракция, будь то энсы, разбойники и батраки, воины-берканы, фрисские военные или гельские горцы, имеет свои особенности и специфичный набор умений, в том числе пассивных. Например, смерть фриза-офицера дает усиливающий баф на энергию всем его подопечным. Используйте возможности боевой системы, ее гибкость, и экран победы вы будете видеть намного чаще, чем похороны очередного спутника. Как будет выглядеть ваша история? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...